Это Lexus NX первое поколение рестайлинговая версия. Продается этот автомобиль с 2017 года. В нашем случае версия идет с полным приводом, двухлитровым атмосферным мотором на 150 сил и коробкой вариатор. Комплектация Black Vision. Цена такого автомобиля сегодня по рознице 2 миллиона 960 тысяч рублей. Купить самую простую базовую версию можно по цене 2 миллиона 600 тысяч рублей. Есть версии Lexus NX 300, которые начинаются с отметки в 3 миллиона 150 тысяч рублей. Есть гибридная версия, которая доходит по цене аж до 4 миллионов 400 тысяч рублей. Друзья, всем привет! Вот такие цены нынче на городские паркетники. Если запрыгнуть на вторичку и посмотреть первое поколение, то с 2015 года от первого владельца цены стартуют примерно с отметки 1 миллион 600 тысяч рублей за двухлитровый мотор. Если же посмотреть рестайлинговую версию, например, NX 300, с двухлитровым турбовым мотором на 238 сил, который разгоняется до первой сотни за 7,1 секунды, там ценник будет стартовать примерно с отметки 2 400-2 500. Подчеркиваю, вторичка в хорошем состоянии. Но опять же, вторичка это кот в мешке. Друзья, в этом видеоролике мы с вами познакомимся с этим автомобилем. Я расскажу вам про его плюсы и минусы, на что жалуются владельцы, что они хвалят, про содержание, сколько стоит его, сколько стоит купить этот автомобиль. В общем, досмотрев его до конца, вы будете представлять, что такое Lexus NX 200. Но прежде чем мы начнем, мы, конечно же, прервемся на 2 минуточки рекламы. Спонсор этого выпуска, а после мы переходим к обзору нашего автомобиля. Поехали! Я вас знакомлю со спонсором этого выпуска, которым сегодня является продукт от компании Fujida Karma Pro S. Это комбо-устройство 3 в 1. Несет в себе видеорегистратор с качеством съемки Super HD, сигнатурный радар-детектор, GPS-базу камер по Российской Федерации, СНГ и Европе. Что же несет в себе этот продукт в маленькой компактной коробочке? Давайте посмотрим. Конечно же, сам по себе видеорегистратор, который здесь заслуживает особого внимания. Вот посмотрите компактность устройства. Все аккуратно сделано. Большой дисплей с обратной стороны, в котором вы выставляете все ваши настройки один раз, после чего вы просто-напросто им пользуетесь. Здесь у нас идет ND-фильтр. Таким образом, вы вот в такую подобную погоду солнечную никаких бликов иметь не будете. А это очень важно, когда вы снимаете из салона, собственно, как и работает видеорегистратор. К нему идет вот такое вот магнитное крепление. То есть, вы один раз его закрепили на лобовом стекле, уходите домой, вы можете спокойно его снять. И для вас даже сделали специальную сумочку-переноску. Это специально важно для тех районов, где ночью могут что-то из машины украсть. Угол обзора у него 170 градусов. Все, что есть на дороге, все будет подать в кадр. Отлично снимает в ночное время. Безусловно, он в себе несет сигнатурный фильтр. Это уникальная технология, которая снижает количество ложных срабатываний. Распознавание дорожных камер. Вот это действительно полезная фишка, потому что многие из нас вляпываются на штрафы, когда превысили на 19 километров, думаешь, что можно ехать 80, а на самом деле уже поставили знак, что можно ехать 60. Вот этот товарищ тебя об этом предупредит. Karma Pro S это действительно толковое устройство, заслуживающее ваше внимание. Цена которого 14 999 рублей. Но при промокоде от Машкова вы получите дополнительную скидку в размере 1000 рублей. Да, друзья, хорошие вещи должны стоить достойных денег. Все подробности по ссылке в описании. Сегодня обзор у нас будет происходить от первого лица. Первое поколение было представлено в 2014 году, и на самом деле многим этот автомобиль уже приелся. Несмотря на то, что это рестайлинговая версия, каких-то глобальных изменений, ну как обычно, она не претерпела. Другой рисунок дисков, немножко изменились фары, немножко изменились фонари. В целом автомобиль по внешнему виду остается все так же узнаваемый. Решетка радиатора, конечно же, стала более здоровой, более массивной. И знаете что? Сделав публикацию в Инстаграм нашего канала, многие люди писали уже не то, уже как-то он сильно устарел. Сделав публикацию в сообщество Ютьюба, многие сказали, тачка неплохая. Поэтому ваше мнение высказывайте в комментарии. В любом случае, на мой взгляд, вот Lexus, вот что-что, но выглядит неплохо, вот серьезно. На вкус и цвет все фломастеры разные, но в моем случае, когда я смотрю на эту машину, ну такой хищник. Опять же, очень сильно он похож на Lexus RX старшего брата. Автомобиль построен на одной платформе с Toyota RAV4, да и вообще в целом, когда смотришь на эту машину по дизайну, ну отчетливо читается японский стиль. В нашем случае оптика идет полностью диодная. Если я не ошибаюсь, даже с базы у вас уже будет идти ближний свет диодный, глядя вот так вот на машину, в этом цвете, выглядит, на мой взгляд, агрессивно. Но агрессивно он здесь только выглядит. Почему? Потому что под капотом у нас скрывается двухлитровый атмосферный мотор, который работает в паре с вариатором. И вот здесь, как правило, всегда начинается старая песня о главном. Не едет, да вы что! паспортный разгон у этого автомобиля 12,3 секунды до первой сотни. При этом вес автомобиля, с учетом того, что у нас идет с полным приводом, примерно 1755 килограмм. Крутящий момент у этого автомобиля 189 ньютонов. Ну это же Лексус, как это мы поедем? Надо перевести коробку в спорт. Раз, два, три. Все, друзья, вот так вот. Ну поймите правильно, это 150 сил атмосферный мотор. То есть вот 80, 90, 100. Не хватает, конечно, машинки мощности. От себя в защиту этого мотора хочу сказать одно. Услышьте, пожалуйста, и поймите, что эти моторы двухлитровые, они сделаны непосредственно, исключительно для города. Когда ты передвигаешься по правилам до 60 километров. В городе по МКАДу 100 километров, по трассе 110, ну максимум 130. Соответственно, все те, кто говорят, да он не едет, он очень дохлый. Смотрите, когда ты едешь по городу, все нормально, в принципе, разгоняется. Тем более, постоянно у нас камеры, лежачие полицейские. Вот это старая песня о главном. Более того, вы должны понять, что эта машина, ну по сути, женская, потому что все ее покупают, как правило, женам, дочерям, в общем, женщинам. Также на этой машине ездит молодая девушка и также периодически на ней ездит ее мама. Им этой мощности просто-напросто за глаза. Куда-то им лететь, гнать, зачем это нужно. Если вы молодой парень либо мужчина, и вам нужна пушка-гонка, и вы хотите купить себе NX300, вот, уже видите, сразу автомат, он сразу сказал, NX300, там будет двухлитровый мотор на 238 сил, 350 крутящего момента, разгон по паспорту 7,1 секунды. Полный привод у этого автомобиля, он здесь посредственный. Вот он как раз делал исключительно для того, чтобы вы могли стартануть с места, если вдруг вы живете, ну, где-то там за городом, могли по снегу проехать, вот, слегка съехать с дороги. Если мы бы начали бы эксперименты проводить из серии, поехали бы его в говны куда-то потащили, но это будет неправильно, потому что здесь он очень быстро отключится у нас. При этом он может раскидывать крутящий момент, ну, собственно, как и любой другой полный привод. Когда спокойно мы едем, 100% падает на переднюю ось, начинаете пробуксовывать, у вас подключается клиренс у этого автомобиля 180 миллиметров. Вот я сейчас съехал с проселочной дорожки, заехал в такое поле, нормальное, ни разу нигде ничем не черканул. 180 миллиметров для паркетника это хорошо. Как и все у Тойоты, старенькое, но надежное. У нас мотор идет 3ZR FAI. Я залетаю на Атобу, чтобы посмотреть общую подборку по этому мотору, в силу того, что он давно ставится и уже все про него известно. Ну, первое. Чаще всего на форумах водители жалуются на посторонние шумы и стуки в работе. На втором месте чаще всего жалуются на то, что этот мотор жрет масло. Водяная помпа нередко сдается на 50 тысячах километров, а после 150 тысяч вытягивается цепь. Впускной коллектор быстро зарастает коксом, что приводит, ну, понятное дело, к плавающим оборотам. И четвертое, точнее, пятое, вот особенность этого мотора как раз система Вальвоматик. Блок управления регулярно глючит. Подобное сочетание двухлитровый мотор и вариатор на RAV4 особо-то не любят. Как правило, люди выбирают два с половиной и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. То же самое можно было бы сказать и здесь, что неплохо брать двухлитровый турбовый мотор. Там тоже идет шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Но, когда первое поколение пошло в продажу, очень часто люди жаловались как раз на трансмиссию и на турбину. Я находил отзывы владельцев, где прям писали о том, что вот я люблю погоняться, но тем не менее у него постоянно человек там вылетал турбина. Об этом мне даже подтверждает самом деле, что да, такое было, но вот при стайлинге естественно все подремонтировали, никаких проблем нет. И подчеркну, именно управлением вы здесь будете наслаждаться. Я специально выезжал, разгонялся, перестраивался. Машина, но вот в силу того, что она небольшая, она прям реально собранная, дорогу она очень хорошо держит. Вот в городе там 60-80 км, во, кайф. Выйти на трассу свыше 100-110, ну конечно же будет шум. Даже сейчас, вот откровенно говоря, кто бы там что-нибудь говорил, что Lexus, там лучше шум и зарядиться. Я бы поспорил, конечно, хочется вот сейчас пересесть на RAV4 и проехаться, но в целом чувствуется шум именно от кузова. То есть ты едешь и вот именно с днищи, от колес, вот идет шум посторонний. Пол. Жестко, да? Этот вариатор, вот он, дошел в красную зону и просто держит и мы теперь летим. Вот в силу этого, то, что когда вы нажимаете, ну, блин, мне такое ощущение, кого-то приходится перекрикивать. Друзья, 140. Но это очень долго, то есть где-то на трассе это вот опасно совершать обгон на этом автомобиле. Соответственно, здесь вот мотор тебе дает понять одно, что придерживайся просто спокойной, комфортной езды. Включи музыку, не напрягайся, тебе гнать не нужно, ты везде успел, ты там, не знаю, с детьми, ты девушка, не торопись, ехай спокойно. Машина, ну, просто-напросто орет очень сильно. Техническое обслуживание. Я специально связался с одним из дилеров Lexus'а, для того, чтобы спросить, сколько в среднем ТО. ТО проходится здесь раз в 10 тысяч километров, это будет цифра примерно 11-25 тысяч рублей. Она плавает, то есть первое ТО может быть 11, третье ТО может быть 25, опять же, подчеркиваю, это просто ТО без рекомендательного характера. Если вам скажут, нужно поменять свечи, нужно поменять тормозные колонки, соответственно, ценник, естественно, будет только расти. Но, вы всегда это можете сделать и на стороне, оставаясь на гарантии. Каска на этот автомобиль ей обошлась в 125 тысяч рублей, подчеркиваю, потому что молодая. Если бы Каска делали, например, на маму, у которой стаж больше, там было бы примерно 70 тысяч рублей. Читая отзывы владельцев про этот автомобиль, многие, конечно же, первым делом жалуются на то, что он дыхловат, что им не хватает мотора. Хотя, хочется задать вопрос, а зачем тогда вы его покупали? Потому что вы же видели эти паспортные цифры, что 12,3 секунды, что 2 литра, что вариатор, чего вы от нее ожидали? Далее, жалуются на то, что тесновато в машине. При этом, когда я сажусь сейчас в машину, в принципе, места хватает. Некоторые начинают спорить о том, что эта машина чисто женская. Другие говорят, да нет, как же она женская, это унисекс. Здесь за все говорит. Вот смотрите, по интерьеру на любителя. Опять же, кто-то рассказывает, что это уже все старое, это динозавры. Вот на что мы обращаем внимание. У нас здесь идет тачпад, и здесь вот такая вещь сделана. Раз, открываешь, там у нас лежат духи. А что это за вещь? Это зеркало, друзья. Вот так вот это все выглядит. Ни разу я нигде в машинах этого не встречал, соответственно, но однозначно сделано для кого? Для дам. Дверь тяжелая, в этом плане, конечно, нравится, потому что, знаете, бывают японские тачки, например, этот автомобиль частенько сравнивают с мазой CX-5. CX-5 вы возьмете, там, конечно, дверь будет уж сильно хуже. Здесь, смотрите, какой момент. Вот у нас торчат прямо в открытую крепежи, да? Раз, два. Но при этом, смотрите, что сделали, взяли на болты, нанесли Lexus, 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 и уже совсем другой вид, друзья. Lexus, это уже не просто болт. Однозначно чувствуется то, что он вот женский, знаете, вот особенно здесь еще девушка ездит, садишься, духами все пахнет, то прям действительно съел вот в женскую машину. Но, подчеркиваю, это все сугубо индивидуально. Кому-то, если из мужиков тачка нравится, вот NX-300, там, я думаю, действительно будет зажигалка, потому что вот эта машина дорогу держит очень хорошо. В рестайлинговой версии доработали ходовую часть, она стала более жесткой, она лучше заходит в затяжные повороты. И этим Lexus всегда славился и отличался от Toyota. Все те, кто говорят, да это та же самая Toyota RAV4, только лишь там по цене на миллион дороже, с одной стороны, да, но когда вы прокатитесь, когда вы разгонитесь, будете перестраиваться, вы почувствуете, что разница есть. В защиту вариатора скажу одно. Очень часто в тестах могут как раз вот это и показывать, то, что нажимают на газ в пол, и смотрите, как он орет. Орет очень сильно, но это если нажимаешь на газ в пол. Если ты просто плавно притапливаешь, не поднимаешь обороты, то есть выше трех-четырех тысяч, он у тебя не поднимет, и при этом в какого-то вое не будет абсолютно. И ты будешь сгоняться, то есть можно разогнаться до 180 без проблем, вот без этого вое. Вое исключительно, когда ты надавил в пол. При этом не чувствуется абсолютно никаких переключений, но реально работает все очень плавно. Если ехать на автомате, где-то толкаться в пробках, здесь, ну вы знаете, бывает это переключение, то есть оно будет более ощутимым. Здесь же на вариаторе покомфортнее. Ну вот, смотрите, плавненько притапливаем, то есть смотрите, по оборотам подбежала скорость, ну и все, что, поехали, 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 давай, давай, давай. Бак у нас идет на 60 литров, готов питаться автомобиль 92-м бензином, и вот интересный момент, что заявленный расход топлива у этого автомобиля 7,2 литра на 100 километров пробега. Вот эта машина катается как раз в смешанном цикле, то есть кашира здесь особо пробок нету, трасса выезжает, вот человек говорит, средний расход реально 10 литров, пожалуйста. Кто-то говорит о том, что если взять с передним приводом, то автомобиль будет маленько шустрее, но начинает, знаете, оправдывать автомобиль, я также находил отзывы владельцев, которые говорят, в смысле не едет, вы просто не умеете ездить, моторчик здесь оборотистый, если его почувствовать, если с машиной договориться, тогда ты будешь понимать, как нужно нажимать на педаль газа, и она у тебя будет хорошо ехать. В целом, если просто передвигаться по городу, ну, как вы видите, из вставок с тест-драйва, ну, нормально, но если хочется погоняться, понятное дело, что не та машина. 2 литра, под капотом, 150 сил, машина еле-еле едет там 12,3, но при этом у нас есть подрулевые лепестки. Вот я сижу, обзорность достойная, хотя раньше, когда я садился в салоне в этот автомобиль, мне все время казалось, что очень маленькие зеркала боковые, что салонное зеркало очень маленькое, а сейчас я понимаю, что оно плюс-минус, как вот везде для подобного рода автомобилей. 3 миллиона рублей, обычная приборная панель, но не забывайте о том, что все-таки это, можно сказать, 2017 год, и наработки там и вовсе еще старше. Мультимедиа в Лексусе, как обычно, не отличается какой-то там интересной прорисовкой, ничего здесь классного вы не найдете. По факту, вот, все меню, все, что есть. У вас идет тачпад, он на самом деле удобный. Некоторые говорят, что неудобно, вот если так вот просто переключать, ты привыкаешь к нему, я поездил, то есть телефон, приложение, климат-контроль выставить можно. Самое главное, просто-напросто привыкнуть. Просто некоторые делают выводы, когда сели там в салоне, чуть раз потыкали, вроде непонятный, ну его нафиг. Далее, у нас идет набор различных кнопочек. С одной стороны, многие производители уже, конечно же, уходят тачпадом, сенсором. Вспомните просто-напросто Audi A6. Здесь же все сделано вот так тактильно. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но все такое маленькое, понимаете, вроде под пальчик подходит, но прямо чисто под женскую ручку. Подогрев сидений, кнопочки такие небольшие, аккуратные, вот эти крутилочки. То есть реально, когда смотришь на машину, кажется, что это сделано прямо для твоей жены. Читая отзывы владельцев, кто стал владельцем, естественно, они чаще машину хвалят. Им нравится ее внешний вид, статусная машина, на чем ты подъехал, на Lexus и премиальный автомобиль. Есть люди, которые приходили в салоны, садились, смотрели, понимают то, что проще пойти купить тот же RAV4 либо Mazda CX-5. В общем, в полной комплектации у тебя еще остаются деньги. Здесь же, конечно, выбирать стоит вам. Многие жалуются на то, что сзади мало места. Вот смотрите, я сажусь сам за собой и хочу вам сказать, что если ехать здесь вдвоем, то, в принципе, места будет достаточно. Опять же, если у вас там большая семья, трое детей сядет, но здесь, наверное, не будет тесновато. Но вот так вот, подчеркиваю, как городской паркетник, условно, поставил там кресло, жена у тебя возит детей в школу, в детский сад куда-то. Нормально. Важно понимать, что у них здесь есть возможность откидывать сиденья, да, можно сесть так, можно развалиться. Вот это круто, потому что я, например, вот такую тему очень поддерживаю, потому что сел действительно комфортнее. Сиденья можно сложить, у вас будет большой багажник. По внешнему виду сзади, точно так же, как и спереди, выводы сделать только вам. У нас вот такие фальш-решеточки, заглушечки, а вот здесь у нас прячется выхлопная труба. Камера в нашей комплектации идет, он идет у нас на 500 литров. То есть, смотрите, пожалуйста, вещи лежат. Если сложить, как я вам сказал, сиденья, то здесь места будет еще больше. То есть, для каких-то нужд из серии заехать в магазин, пожалуйста, есть ли у вас большая семья, вы там часто ездите на дачу, в путешествии, на отдых, друзья, каждый моделирует под себя. Здесь вот людям хватает места больше, чем даже нужно. Запасное колесо есть, поэтому тут останавливаться мы не будем. И вот обратите внимание, у нас же постоянно происходят споры касаемо едет-не едет, дохлый мотор, невозможно. Я вот иной раз даже сам вам говорю, то есть, на BMW у себя, все, хочу чип сделать. Сняли режим самоизоляции, поехал в Москву, две недели катался по пробкам, понял одно, что, ну вот я сделаю чип, а куда я поеду? Никуда. Выехал на трассу, в силу того, что сняли режим изоляции, просто разогнаться невозможно. Поток бешеный. Вот проехать столько ММ мне от Москвы до Каширы невозможно, нигде даже применить там возможность автомобиля почувствовать драйв, прокатиться. Ну, просто невозможно. Соответственно, иной раз стоишь в пробках, видишь, там машина стоит, там мне 500-600 сил, я знаю. Ну и что, мы вместе с ним стоим. Поэтому здесь все индивидуально, нужно смотреть, где вы проживаете, есть у вас возможность разогнаться, а то у нас как, мотор хотят мощный, а за налог платить никто уже не хочет, ну, свыше 250, нафиг надо, сразу отбой. 238 сил, пожалуйста, 7,1 секунды. На сегодняшний день это тоже немного. Ну, согласитесь, что такое 7,1 секунды, тем более для автомобиля с полным приводом, ты этого не почувствуешь. Когда я взял BMW 530 дизельную, которая срывается до первой сотки 5,4 секунды, где 620 крутящего момента, я первые дни думал, это просто какая-то ракета. Я на ней носился, и на ней именно хочется носиться. Она тебя прям подбивает и сел, потому что ты только к педали газа прикасаешься, у тебя сразу машина начинает ехать. Здесь совсем другая история, здесь хочется просто ехать спокойно. Но даже там, покатавшись несколько дней, я думаю, блин, а ведь их еще и чекуют. Я об этом рассказывал в ролике. Чипануть ее 530, это уже будет разгон до первой сотки 4,5 секунды. Вопрос, что мы покупаем? Динамику? Если динамику, вам эта машина не нужна. Если вы покупаете комфорт, безопасность, надежность, статусность, Лексус, ну как-никак, но все равно воспринимается как премиальный сегмент, то есть, в принципе, на то он и Лексус, у Тойоты, тогда вам стоит обратить внимание на этот автомобиль. Если для вас такие вещи, как мультимедиа некрасивая, приборная панель, щиток уже старый, некрасивый, там не хватает вам какой-то динамики по нему, соответственно, вам стоит рассматривать, ну, наверное, Тигуан. Если же вас это не смущает, если же вам нравится вот интерьер автомобиля, то, как это все сделано, но, друзья, езжайте в салон, никого не слушайте, вам нужно просто пройти тест-драйв и понять для себя, нравится вам этот автомобиль или не нравится. Все, ваши деньги вам их тратить, вам их покупать. Очень часто в комментариях люди пишут о том, что это фуфло, надо то покупать, при этом спросят у человека, на чем ты ездишь, либо машины нет вообще, либо что-то очень-очень старое. Со стороны всегда виднее советы раздавать, но вот, чтобы понять автомобиль, нужно прокатиться, нужно его почувствовать. Ну что, собственно, вот она наша красотка, можно долго спорить про плюсы и минусы этого автомобиля, на мой взгляд, здесь один существенный минус, это цена. Конечно, 2 960 за паркетничек среднего размера, на сегодняшний день это дороговато, но другого варианта нету, не нравится, друзья, покупайте, что попроще, ну поймите правильно, никто же не будет с нами церемониться, говорить, ну хорошо, давай мы тебе продадим его на миллион дешевле, если бы эта машина стоила примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей, вот в этой комплектации, я думаю, на дорогах их бы встречалось бы гораздо больше, сразу бы людям бы и мотор бы поехал, и было бы терпимо, нормально, для города пойдет. Если рассматривать автомобиль на вторичке, то вам стоит ориентироваться, ну за двухлитровую, я думаю, примерно миллион 800 тире 2 миллиона, если вы готовы рассматривать и первое поколение, непосредственно дорестайлинговую версию. Если вы хотите что-нибудь свеженькое, а-ля там один-два года и один владелец, то соответственно ценник будет, ну скажем так, выше чем 2 миллиона рублей, а тут там уж как найдете. По капризности, в целом машина не капризная, но в 2020 году, конечно, цены просто-напросто космические, вы просто вдумайтесь, 3 миллиона рублей за, скажем так, среднюю комплектацию, если рассматривать самую топовую, ну 4 миллиона рублей, друзья, Lexus RX начинается с отметки 3,5 миллиона рублей, хорошая комплектация, обойдется вам тоже там 4-4,5 миллиона рублей, ну это просто жесть какая-то. При этом вот вам Toyota, вот вам Lexus, опять же, востребованы они на угон, за этими автомобилями нужно обязательно следить, защиты ставить, покупать каски, и это надо, потому что эти тачки у угонщиков пользуются популярностью. Подчеркну, что допустим, в альтернативу этой машине можно купить, например, того же самого японца Mazda CX-9, 2,5 литра, турбовый мотор, за 3 миллиона вы заберете там практически топовую версию 2019 года машины еще остались. В любом случае, высказывайте ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят только свежие новости. До новых встреч, всем пока-пока!